Юра Последняя смена началась как обычно. Ощущалось одухотворение. Пионеры стояли счастливые от новых встреч со старыми друзьями. Справа от флагштока в окружении пятого отряда стоял новый вожатый. Кажется, его звали Володя. Возле корольца в зарослях цветущего шиповника стояла уютная лавочка. Юрка лег на нее, уставился в небо и, вдохнув полной грудью свежего воздуха, понял, как ему хорошо сейчас и как было душно в кинозае. Признавать правоту Володе не хотелось, но в глубине души возникло понимание, что доля истины в его словах есть, особенно в части бесполезности Юркиного сопротивления. Но теперь, взглянув на Володю в полумраке, Юрка понял новое. Это лицо нравилось ему субъективно, и никакой злобы или зависти он уже не мог испытать. Юрка неожиданно ощутил не вполне понятное ему чувство благодарности. Юрка с Володей стали настоящими, действительно близкими друзьями. И зачем вы меня яблоко швырнули? Хочу, чтобы я был у тебя один. Ты это прекрати. Володя, ты чего? Он задал самый дурацкий на свете вопрос, только для того, чтобы убедиться, не послышалось ли. Ты чего говоришь? Ты кого обманываешь? Меня или себя? Он, наконец-то, играл и подчинял своего рекламеша. Он увлекал прекрасные звуки. Юрка бы что угодно для него сделал. Все бы отдал ему. Самое вкусное ему, самое лучшее ему, небо ему, воздух ему, музыка ему. Весь юг. Все, что у него есть, умеет. Я тебя никогда не знаю. Я тебя никогда не нужен. Юра, это тот человек, который слабым, помогает стать сильным. Но последней памятью все равно остались не звук его голоса, не слова прощания, не шелест ивовых листьев, а картинка за стеклом автобусного окна.